Ребятки, здравствуйте! У меня беда случилась. Девятый выпуск, где я зарабатывал в помойках, Ютуб удалил. Всё из-за того, что, видимо, какой-то из подписчиков мне попался в кадр, и его родители кинули жалобу и удалили мне ролик, представляете? Теперь я все лица мазать буду, кто ко мне будет подходить. Это всем штребушатам говорю. Вот. Это видос с перезаливом. Этот видос вы, скорее всего, уже видели. Но не спешите мне писать там хейт вот это в комментариях. Поддержите, просто посмотрите его. Ведь это шикарный контент, который мне очень было жалко. Я и всем лица замазал, и вот решил перезалить. Потому что пропадёт контент, который вы заслужили. С вас, Лукас, пожалуйста, напишите побольше комментариев, поставьте лайк. В этом видосе я, ребятушечки, разыграю 5000 рублей среди тех, кто поставит лайк и напишет любой комментарий. Главное, напишите свой ID в ВК или Инстаграма для связи. Вот. Всем приятного просмотра. Помойка кормит. Данное видео создано в развлекательных целях. Всё показано сегодня. Польза Брозвия. Штрээээбух. Ребзя, зацените. Это блютус наушники. Ой-ой-ой-ой, пацанчики. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны. Тяжёлое. Да, он там. Кто выиграет вот это? Держи. Чё? Ребят, если это реально оригинальная фурла, то эта сумка стоит просто пипец. Валентина Угаравани, ребят, она дорогая пипец. Вот детали от него. Обалдеть. Вот это куш. Я нашёл скисемени. Первая помоечка уже здесь. Я увидел. Это вонючий клоп, ребят. Вот он. Усиками шевелит. Видите? Жить хочет. Принад Type-C какая длинная. Type-C длинный кабель. Это стоп. Это переходник с Type-C. Забираем. Это топовая тема. Это вроде от макбука он. Алюминий. Алюминий. Давай сюда. О, Диму развлекают эти шурупчики, вот эти болтички в его синие инвалидки. А вот меня развлекает игра, в которую я играю в последнее время. А называется эта игра Crossout. Crossout это атмосферный экшен. Фанатам ржавого, разлетающегося металла явно понравится. К слову, сборка средств передвижения здесь сугубо индивидуальная. И позволяет сделать из множества деталей невероятно крутые и одновременно невероятно идиотские машины. Прокачай свою рейдерскую тачку кабиной трамвая и отвалом поезда. Новыми дробовиками, пулеметами и гранатометами. Все тачки отличаются друг от друга и можно создать уникальнейшую машину, которой нет ни у кого. Да и не просто создать, а еще и сохранить и поделиться ей со всеми игроками. Выбери свой стиль игры, создай боевую тачку из сотен деталей. Используй силовые барьеры, генераторы невидимости, ракетные ускорители, ховеры и многое другое, чтобы получить преимущество в битве. Сражайся сам или в команде, ищи миссии на глобальной карте. Побеждай, получай ресурсы для улучшения машин. Уничтожай других игроков, побеждай боссов, проходи рейды или сюжетные задания. Ты можешь даже построить парк аттракционов. Ребятки, если вы хотите испытать те же фееричные эмоции, что испытал я во время игры, то скорее качайте кроссаут. Игра эта бесплатная, а перейдя по ссылке в описании, ты получишь бонусы для быстрой прокачки. Подписчички, привет! Есть тут чем поживиться? Что? Поживиться есть чем? О, нифига! Фирма дорогая, пальтишко женское. Вот это я забираю. Вот это очень меня заинтересовало тут все, смотрите. Какие сеточки вот тут есть. Нифига себе, тут свежачка закидают мне, закидывают. Машинка, ребенок! Машинка интересная. Вот это, смотрите какая, с глазами. Это вы мне? Да. Спасибо. Вот это топчик. Там легли же. Обалдеть, вот это крутая вообще. Это маслкар американский. Так, здесь что-то есть тоже, какой-то дрын. Смотрите, кто-то выстругивал его, этот дрын. Делали из него биту или что. Он, смотрите, сосой, ужалить может дрын этот. А вот этот дрын-то я себе возьму. Я с ним его возить буду с собой. Это для самообороны дрын. Уже мне выстругали, он тяжелый капец. Им и прибить можно. Вот сюда можно его засунуть. Здрасте. Я вас всегда вижу. Да? Да. А где видишь? В тиктоке? Да. А-а-а. Можно сказать? Да. Тоже я вижу. Увидите, увидите обязательно. Удачи вам тоже. Вот эта сумка очень интересная. Это для чего она вообще такая? Тут игрушек много. Сумка прикольная. Это корзинка мне на мопед. Я ее на мопед установлю, ребят. Зацените, в нее можно бутылочки складировать всякие. О, пульт какой-то. Лего разное. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки. Помоечка Дарит Сикас. Штанишки какие-то спортивные. Смотрите, они даже не порваны. Целые. Как новые, забираю. Ребята, зацените. Это блютуз наушники. Блюпуп. Блюпуп, пацаны, смотрите. Блюпуп. Это вот сюда заряжаются белые. Правда, что за фирма непонятная. Наверное, ноунейм. Кнопка не нажимается. Включение. Наверное, кнопка сломалась. Поэтому они их выкинули. Какая-то игрушка. Баран это получается. Да, у него сзади молния есть. А вот это внутренности егошние. Вот, ребят, как баран выглядит, когда голый. Вот тут кнопка у него. Наверное, его вот так включали. Вот она. Киборг-убийца. Сюда иди, падла. Ты меня кожаным ублюдком назвал? Или мне послышалось? Ребят, зацените, что тут стоит сразу. Инглесина. Это же это детское кресло, блин. Оно целое. А что с ним не так? Почему его выкинули-то? Я не пойму, в чем его проблема. Из него можно игровое геймерское кресло сделать. Это дорогой бренд. Это кресло стоит прям очень много. Ну, тут, я думаю, будет что-то. О-хо-хо-хо. О-о-о, печенюшечки. М-м-м. Это я сейчас пробовать буду. О, конфеты. Смотрите, ребят, каркунов. Большая коллекция конфет из темного и молочного чоколада. Вот они. Вот такие запечатанные, ребят. Обалдеть. М-м-м. О-хо-хо. Ой. Рафаэлки. М-м-м. Рафаэлла чоколадте. Ребята, дорогие, капец. Пацаны, вы же знаете? Я знаю. Пацаны все знают. На 8 марта что девочкам дарят? Рафаэлки. А тут, видите, все уже есть. Ведерко-то с помоями, оно вонючее. Вот я лучше Рафаэлки вот эти поем. Ребят, гуталин черный. А вот этот гуталинчик, я знаете, что им буду делать? Я вам прямо сейчас покажу, что я им буду делать. Берем вот так гуталинис, вот этот вот. Вот он черный, видите? Прямо как мои покрышки на колесах. Вот так намазываем гуталинис. И вот так вот, ребятки, покрышечки натираем. И будут черные. Ой, какой сочненький танчик. И блок питания, может, под него. Так, а пультик мне надо еще, чтобы оно заработало. Это от него пульт. Ребят, от него по-любому. Вот еще танка. Неужели тут второй есть, что ли, танк? Тут два танка. Ой-ой-ой. Тут два танка оказывается. Вот второй. Бегут за мной толпа, ребят. Уезжаем быстрее. Так, пацаны, не лезьте в помойку, пожалуйста. Тут все мое. О, Марвел. Ой-ой-ой-ой. Тут чуть-чуть выпивки. Золотая выдержка, коньячок. Пятизвозночный. Кричат, помойка кормит там. Это отк... Ой. Я тут ни разу не был. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, пацанчики. О-о-о-о. А какая фирма? Я не знаю. Реактен. Реактен алюминиум. Ролички. Только они без колес. Колеса. Ой-ой-ой-ой, пацаны. Тяжелая. Да, он там. Да. Ибо он новый. Обалдеть, он новый. Так, я могу кому-то из вас. А как я выберу? Ой-ой-ой-ой-ой. Это отпариватель. Кит Форд. Новый он, как новый. Сейчас будем выбирать победителя. И кто выиграет на камень, ножницы, бумага, получит вот этот джойстик для компьютера. Это самолетом управлять. Он новый. Так, последний раз мы его осмотрим. Вот такой он. Тут, походу, еще блок питания должен быть. А у меня как раз нет блок питания. Так, так, подожди. Блок питания еще надо будет найти вам где-то. Ну, кто выиграет? Такой джойстик, короче, ну, наверное, тысячу рублей стоит на Авито. Но он вроде как новый, реально. Это истребителям, это War Thunder вот эта игра или как там это, где на самолетах летает. Так, кто будет участвовать? Ты будешь? Цу-е-фа. 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 Так, я победил. Ты выбываешь. Отходи туда. Дальше. Кто следующий? Вы, давайте. Цу-е-фа. Цу-е-фа. Все. Ты выбываешь. Цу-е-фа. Цу-е-фа. Так, ты... Чисто по звучанию. Чи-чи-ка. Чи-чи-ка. Все, а теперь вы. Сейчас... Кто выиграет вот это? Да-а-а-а. Держи. Я подъехал к помойке. Ребятки, смотрите, сразу какой-то рюкзак стоит. Всякие игрушки. О, это жилетки. Жилетки это светоотражающие. Рюкзачок как новый, женский, кстати. А не, он порванный. Зарядка для ноутбука. Ну, короче, кроме этой зарядки, я здесь больше ничего не нашел. Но район очень элитный. Но на этой зарядке я заработаю вот это, рублей 300-400. Ее продать можно будет. Но она слегка, видите, подмотанная. Ее надо просто починить, это не проблема. Да, ну тут можно было поживиться. Но тут эти дома, я так и знал, они недавно сдались. И тут куча вот всяких строительных материалов, по идее, на дне много. Ну вот здесь, может, что найду. Но сюда пока рано ездить на эти помойки. Я вот такие выводы делаю. Фигня, ничего нету. Сегодня я вышел, короче, ребят, ночью на помоечку. Сейчас 12 часов ночи. Я надеюсь, я что-то найду. Подошел к первой помойке. Давно я ночью уже по помойкам не лазил. Темно. Но все-таки можно что-то найти. Если найду что-то топовое, обязательно вам покажу, ребятушечки. Ой, сачок, ребят, ананасовый. Обалдеть, он даже холодный. До 22 года. Срок годности до 22 года. Вот это я попью. Там даже не нас она и пахнет ананасовым соком. Обалдеть. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой, какая сытная тут кормилица. Ребята, вы видите, что я нашел прямо сейчас? Обалдеть. Это крепление для GoPro на грудь. Кто такое вообще выкидывает? Оно всё мокрое. И, кстати, оно целое. Вот сюда вот эту штуку надо только вставить. Может, его даже... Да не, вроде не обоссали. Я думал, мочой будет вонять. Но оно целое. Оно просто мокрое. Крепление на грудь для GoPro. У меня, кстати, даже такого нет. Я его высушу, постираю и буду пользоваться когда-нибудь. Ух ты, смотрите, какой он. Он слегка подзасох. Но я вам, ребят, клянусь, первый раз в этом году я пробую арбуз. Ой, какие же сытные на выходных помоечки. О, мыльнорыльная, пенка для умывания, полбутылки. Да я возьму. Я умываюсь мылом, а теперь буду пенкой умываться. Витаминная, фитоактивная маска для лица. Нет, такое я не использую. О, зарядка выпала, ребят, для фотоаппарата Кэнон. А что, нормальная, вроде целая. Заберу. Ну, камеры, наверное, все дырявые, по-любому. Вот это вообще на какой-то салфетке держалось это. Сразу детская-то штука. Это от коляски, что ли? А, ну да, это, ребят, от коляски. Штука вот эта, куда детей кладут. Как это она, лёлька или как называется, не знаю. О, это же пшикалка вот эта вот. Вот так вот. И пшикает. Распиратор вот распыливает, видите? Вот коробка от Венсов. А Венсов здесь нет, есть вот такие лапки. Масину Дутти. Ребят, бренд Масину Дутти. Это дорогой бренд, короче. Их, может, купят на рынке. Кэнди Баг, смотрите какой-то. Кэнди Баг Фурла. Чё? Ребят, если это реально оригинальная Фурла, то эта сумка стоит просто пипец. Фурла Мэйден Итали. Обалдеть, она резиновая. Ребят, она резиновая, это Фурла. Такие замки на сумках Фурла. Вот, видите, на нём написано Фурла Мэйден Итали. Обалдеть, это вроде Орикв. Обалдеть, и тут молния работает. Качество вроде обалденное. Ребят, похоже на оригинал. Чё это такое? Бля, чё за прикол, ребят? Сегодня чё? День находок гаджетов для Гоупро? Это ж селфи-палка от Гоупро. Ну вот здесь, видите, крепление для Гоупро. Вот здесь болт, походу, должен был быть, который затягивает это крепление, но его нет. Ну и вот палка. То есть, по сути, это вот селфи-палка для Гоупро. Чё за прикол? До этого грудное крепление, а тут селфи-палка от Гоупро. Во, ещё сумка. Может, тоже дорогой какой-то бренд. Качество вроде... А, резервит. Ну, это такое. О, ещё сумка. Чё? Ребят, чё? Валентина Горовани. Ребят, это сумка Валентина Горовани. Слушайте, качество хорошее вроде бы. Валентина Горовани made in Italy. Вон там какой-то ярлычок кожаный внутри. А, там номер, ребят, серийный номер. Вот на этом ярлычке, вот там. Это, походу, Арик. Сумка с номером, это уже подталкивает на мысль, что это Арик. Валентина Горовани, ребят, она дорогая, пипец. Вот эта цепь, ребят, капец, она тяжёлая, вот эта цепочка. Как её расщёлкнуть, вообще, я не понимаю. Ну, сумка маленькая, но очень тяжёлая, прям капец. Сразу чувствуется, что, походу, это Арик, ребят. Вот столько, ребят, эта сумка стоит. Охеревайте. Я её продам за нормальные деньги в интернете. Опа! А это, кстати, RGB-лента. Только её кто-то взял и разрезал. Её, наверное, хотели спаять вместе. Каждую ленточку тут вот надо спаять, спаять, спаять. И получится, по идее, какой-то прожектор из этих диодовых лент. Мне такое не надо, потому что у меня есть кольцевые лампы с помоечки. Обалдеть! Вы видите, что я нашёл сейчас? А это, кстати, резинка рыболовная, походу. А это ручка от этой катушки самодельная какая-то, заколхоженная. Да, рыболовные товары я очень редко нахожу, прям капец как редко. Это катушка для рыболовной этой удочки. Вот с этой ручкой. Только, видите, она, видимо, поломалась. Её заколхозили на вот такую веточку. С помощью этой веточки вот так эта ручка крутилась и вот так вот вертелась. Ребят, заберу её на барахолочку. Там её продам на рублей за сто спокойно. Пришёл в гараж после помоечки, скинул находки и хотел вам его быстренько показать. Вы посмотрите, какую красоту я навёл. Это неоновая вивеска со своим каналом. А сделали мне эту вывеску ребята из компании Neon Orneon. Они делают вывески на заказ и сделали мне на изи логотип канала. А ещё сделали вот такую вот крутую надпись «Помойка кормит». Помимо вывесок на заказ, они ещё делают вот такие крутые светильники. Ну а на случай, если кто-то из вас захочет порадовать себя вывеской на заказ или каким-нибудь вот подобным светильником, то смело заходите по ссылке в описании и пишите этим ребятам. А по промокоду «Помойка кормит» вы получите 15% скидку. Чё это такое? Ребята, обалдеть! Вы понимаете, что это? Это форма для того, чтобы делать эти леденцы на палочке. Я вообще подумал, что это колодки автомобильные. Олимпийский мишка, бабочка, петушок. Это кто-то с помощью этой формы делал вот эти вот леденцы на палочке. Вы поняли, о чём я? Это вот так вот это заливается, вот так вот складываются вместе и делаются леденцы на палочке. Обалдеть! Это может хрень вообще очень дорого стоить, это может советское что-то супер дорогое, потому что вот здесь мишка, видите? Олимпийский, советский, с этими с кольцами на животе. Скрепляли вот эту штуку, вот этими штуками. А, ну да, да, вот так скрепляли вот эту штуку. Вот так вот. Вот ещё какие-то формы. А, так вот эти и палочки. Вот, смотрите, инструкция по применению чугунных форм для леденцов. Состав набора, одна форма, 30 палочек, пластиковые зажимы. Вот это целый набор для пластиковых леденцов. Ребят, вы видите внизу? Обалдеть, это куски айфона валяются. Куски разбитого айфона. Всё, я полез. И там это всё в воде плавает. Обалдеть, там реально айфон кто-то разбил, может, с психу или я не знаю. Я там ещё утонуть могу. Вот это много. Вот детали от него. Батарея. Смотрите, это айфон пятый или 5s. Разбитый в хлам, конечно. Батарею искурочили, всё погнули. Ну, это всё, это труп уже. Смотрите, что от экрана осталось. Называется ни себе, ни людям. Ребят, только подъехали к помойке, тут сразу советская мебель стоит. Какой-то кроссовок валяется. Демикс, кстати. На чё, целый сороковой размер. Фара автомобильная, большая, квадратная. От жигулей, что ли. Какой машина эта фара, ребят? Что знает. О, да ладно. Ребят, сегодня ночью такую же бжикалку я уже находил. И тут ещё одна висит. И в ней, кстати, есть какая-то жидкость. А вот эти туфельки, нифига они как сверкают. Вы видите, ребят, как они сверкают? Какие они красивые. Какие красивые. Вот такое я люблю. Был бы женщиной, такой обносил. Ронзо фирма. 38,5 размер. Слушайте, я, наверное, их возьму. Я думаю, их купят. Они такие красивые, эти сандалии. Что прям вообще капец. Кстати, я сто лет не заглядывал. Вот этот бачок с батарейками. Может, мне повезёт. И я тут что-то помимо батареек найду. Потому что сюда же не только батарейки выкидывают. Вот, допустим, смотрите. Пауэрбанк. Форза. Плюс. Может, даже рабочий заберу. Но кроме вот этого пауэрбанка, в этом бачке с батарейками больше ничего не оказалось. Он, кстати, на 2000 мАч. Ну, это чисто мой телефон зарядить наполовину. Ой, и сытная кормилица праздничная. Смотрите, ребятки. Смотрите, тут шарики праздничные. Вот это надуты здесь лежат. Как здесь всё выпачкано, всё раскидано. Вообще, тут убираются или нет? Я не понимаю. Вот это вот что такое? Это вот штекер, провод. А что сюда вставлялось? Ага, тут ещё вот RGB-подсветка. Это, ребят, вот диодовая лента. А сюда, наверное, вставлялись какие-то штуки. Интересные какие-то. Видите, оно оттягивается обратно. Это, наверное, на витрине в магазине там сигареты там стояли в этих штуках. Или ещё что, не знаю. Вот это колпачки. Вот это если днюха у кого-то, вот колпачки можно одевать. Я эти колпачки заберу в гараж, потому что, ну, вдруг я буду день рождения чью-то отмечать. У меня уже будут колпачки, вот эти праздничные ребятки. Блядь. Так, вот тут это всякая бумага. Надо посмотреть повнимательнее. Вот это английский язык для предпринимателя. Оу, май гад. Это же полезная судьба приключения Михаила Булёвы. А это что, правда о русском мате? Вау, ребят, правда о русском мате. Я не знал правду о русском мате. Поэтому я возьму эту книжку. Я буду знать теперь правду о русском мате. Вот ещё что-то за коробка. Тут тоже вот с днём рождения вот эти буквы, надписи кто-то вешал, поздравлял кого-то. Вот эта штучка деду надо. Вот это я заправлять буду. Вот эта штучка очень полезная и нужная. Ребят, вы даже не представляете себе, насколько это крутая штучка. Вот эта вот. Это вот так одевается оно. А потом это вставляется в канистру и вот так заливается, в общем, бензин. О, здесь пластинка мелодия валяется. О, это от пропуска. О, карабинчик. Иди-ка сюда, родной. Карабины мне всегда нужны. Они почему-то у меня быстро все ломаются. Это целенький. Кэкчуки. Вот они. Мажетели, хайнс, кетчуп, барбекю для куречки. И вот это кетчуп шашлычный мажетели. Вот тут вот что-то интересное. Смотрите, это что такое собиралось? Это же собирать можно конструктор вот такой вот. Все вот так вот раскидано. И в каждом пакете что-то может быть. Вот тут вот, допустим, какие-то... О, нихрена. Это новые маски, ребят. Обалдеть. Сейчас вот масочный режим. И вот тут огромная сумка новых масок. Слушайте, я думаю, их надо забирать. Обалдеть. Это же расходный материал. Сейчас они стоят столько, блин. Маски новые. О, обалдеть. Кет Найк. Небольшой такой. Какой размер-то? 35? Я даже знаю, чей это размерчик. А что целые? Вот тут вот у кого-то косолапия. Видите, они вот так вот сбоку стерты. Сейчас я второй найду. Планшет. Неплохо. Эвотур. Кстати, экран целый. Только это, походу, не планшет вообще. А где зарядка? А вот симка вставляется. В него флешка. А здесь вот какой-то шлейф подключается. А гнезда под зарядку нет. И как им пользоваться-то? Я не понимаю. Что это такое за планшет такой? Ребят, это что за прикол? Я вообще не понимаю, что это такое. Сейчас может включиться. Ну, это шляпа какая-то какая-то. Может, это не планшет? А видите, вот тут два болта. Вот это сюда болты вкручиваются. Это, наверное, куда-то ставится. Может, это вообще не планшет? Это какая-то часть от чего-то. Вот, кстати. О, вот он. Вот второй. Вот они целые. Я их заберу. Их продать можно. Они оригинальные. Ой, сытная. Швеписы. Обалдеть. Просто вот так валялся. Так он запечатанный. Ребят, он запечатан. А что там за осадок? Вон, какие-то куски плавают. Вы видите? До 23-го, 0-8-го. Это с кусочками лимона? Или это нас, она сюда? Он запечатанный. Вот, смотрите. Слушайте звук. Вон, смотрите, видите? Он запечатанный. Но он там с каким-то осадком. Кусочки плавают. Спермики это или я не знаю. Коль, хочешь попробовать? Он запечатанный был. Колян. Но там он, видишь, что-то плавает. Да, вот это стримах, слушай. Спермики или что это? О, в коробке что-то есть. Тяжеленькое что-то. Ох, ох ты! Чайничек Redmond. Ой, ой, ребят, классный. Стекло какое чистое. И накипи там немного. Вообще немного прям. Неплохой чайник, ребят. Серьезно. Он качественный. Я его заберу. Это Redmond. Вот такой? А, нет. Это, видимо, новый. Вот такой металлический взяли, а стеклянный выкинули. Ну, неплохо. Он с подсветкой. Такой чайник Redmond тут именно дорого стоит. Обалдеть! Здесь угли. Угли для шашлычка. Ребят, чайничек. И угли. Вот такие древесный уголь для шашлыка. 2,5 кг. Смотрите, его там много очень. Прямо полмешка где-то. Это тут, может, есть здесь винишко? Я сейчас трубой зацепился, ребят. Ай! А, обжегся. Труба-то горячая. Уже аж палец задымился. Тут оригинальные провода от Apple валяются. Оригинальный вот кабель. Да, оригинальный кабель от айфона. Возможно, рабочий. Но его кто-то погрыз. Но я думаю, это на работоспособность не повлияет. Вот еще один кабель есть. Его тоже кто-то грыз, кстати. Ну, может, он тоже рабочий, потому что он по ощущениям оригинальный. Я просто в руку беру кабеля айфоновские. Я уже чувствую, а Рик это или нет. О, 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 о. Айрподцы были когда-то. А это вообще подделка китайская. В руку взял, сразу понимая. О, колечка, посмотри. О, Макс, это Тольпенгольд. Смотри. Его даже не кусали, а ломали и взяли и выкинули. А за этим с забором, наверное, помоечка. И тут я первый раз, кстати. Нифига, это крыжовник, что ли? Блин, он скис. Я в этом году его не ел, кстати. Кто также не ел крыжовник, пишите в комментариях, ребят. Ну, штаны, хер пойми какого бренда, но с порванным очком. К сожалению, ребят, они мне не подходят. Зашивать я его не буду. Это очко. О-о-о! Так, смотрите. Обалдеть. Вот это куш. Обалденный планшет, кстати. Икония какая-то. Икония. Это современный, кстати. Видите, звоночок с Windows 10 или 8. В чехле планшет. Но вот здесь вот эти подтеки меня смущают. Он, походу, в воде плавал. Видите, вот эти вот капли. Нифига, планшет, походу, крутой. Не дешевый. О, это Acer. Камера на 8 мегапикселей. Ищу и со вспышкой. Он, кстати, вроде металлический или алюминиевый. Сюда вот эта сим-карта вставляется. MicroSD, вот зарядка. А, тут еще блокировка есть. Он блокируется. Наушнички можно вставить. Обалденный, кстати, планшет. Я буду в шоке, если он еще и включится. Да нет, не включается. Но он, скорее всего, и не будет работать вообще. Потому что вот эти подтеки означают только одно. Что он в воде плавал. То есть его надо будет разбирать, просушивать и пытаться реанимировать. Но, я думаю, это стоит того. Потому что, если планшет уже современный, в нем стоит или 10-ая Windows, или 8-ая, им, в принципе, можно будет пользоваться. Смотреть YouTube, к примеру, как минимум. Слушайте, я уже чувствую то, что я не зря сюда приехал. На этот район. Первый раз на этой помойке роюсь. И сразу находки. Это очень-очень хороший знак. Найки! Чувак! Дай приценю. Ой, блин, их кто-то заклеивал. Ну, кстати, вроде Ари. Кстати, мой размер. Почему так часто мой размер попадается? Прям я такой везучий. Вынос хаты, ребят. Ой, 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 ой. Лампочка какая-то, возможно, рабочая. Забираем. Саморезики новые, ребятки. Упаковки вакуумной. Ой, там куча лампочек. Ой, чё, офигеть, сколько их тут. Вот, скорее всего, все рабочие. Ну, а зачем мне рабочие складывать обратно в коробку и выкидывать? Скорее всего, их где-то своровали и выкинули в итоге. Не пригодились. Тут пакет с пакетами. Очень много пакетов всяких. А это фильтр для воды. Капец, тут столько ос. Я боюсь туда залазить. Они меня пожалят. Ой, вкусняхи. Булочки. Ой, ой. Сюда иди, ой. Нифига себе, они разноцветные-то булочки. Есть беленькие и серенькие. Как бородинские булочки. Мини-буханки хлеба. Оставлю это для тех, кто хочет хлеб. Ой, какая стильная советская. Смотрите, ребят. Разукрашенная, как красиво. Наверное, какие-то скейтеры пользовались этим стеклом. Чего там, чувак? Это ЛФЗ. Кто? Это ЛФЗ там лежит. ЛФЗ? Да. А, фарфорчик. Made in Russia. Ребят, это фарфор. Made in USSR. ЛФЗ. Это на барахолке очень ценится такое. Послушайте звук. В интернете тоже можно продать. Ой, шляпка интересная. Димасик, примеришь? Она пиратская. Чувак, да ты пират. Ты пират помоек. Кстати, вот это вообще я бы забрал в гараж очень стильно. Суркер, ты дурак что ли? Сычи крут. Это бунгер. Какие-то наклейки прикольные. Хипстеры какие-то, скейтеры пользовались вот этим всем. И пахнет еще таким запахом, как Советский Союз, ребята. О, 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 я свое взял. Куда руки? Руки? О, да. Нифига. Это шузы. Айрмакс, Найк, шузы. Это ж сколько лет-то назад их носили. Это еще и вроде не оригинал. Какие-то они все кривые, косые. Ники. Видите написано? Микки. Микки-Ники, вот тут перчаточка для помоечек. А вот и вторая подъезжает. Вот это то, что деду надо, я ее заберу. Вот такая пара перчаток стоит в магазине рублей 40. Вейп? Я такой первый раз вижу вейп. Куба диспокольбле. Это какой-то вот одноразовый вейп. Я заберу его, потом проверю. Ой, кусок мяса. Интересно. Ну, оно что-то подзасохло как будто. Ну, пахнет курочкой гриль у ребятки. Балдеж. Это соус, это я сейчас намажу. Тут столько специй, ребята. Руку засунул, и вы нас с хаты. Вы нас с хаты, Димочка? А что ты себя прячешь дел? Не стесняйся. А это что? Ребята, вот просто здесь лежало. Это же крепление для гоупрошки. Оно вот тут прям лежало, как будто меня оставили. Я его сразу забираю. Смотрите, что я там увидел. Половинка моргеншлена. А ананасик-то изнатненький, наверное, сочненький. Вот он сочится, даже брызчит. Видите, как брызчит? Вот. Коктейль из морепродуктов в мармеладе. Ммм, и там щупальца всякие. Вкус Вилл. Вот дата изготовления 28.07. Консервированный коктейль. Срок годности 21 суток. Это значит цифры вот это сложить, вот это вычитать. Короче, про срок. И можно отравиться. Я не буду это есть. Но оставлю для конкурентов. Ну, потому что я им оставляю все самое лучшее. Окрошка овощная в Кусвилл. Вот это все в Кусвилловское. Все. Я вот губку чисто в гараж заберу. И вот это вот. Две губочки мне надо в гаражик. А от вот этих соблазнов я себя отгоражу. Потому что, ну, можно реально откинуться. Отравление рыбой, это уже вам не шуточки, ребятушечки. Кстати, ребят. Че ходить вокруг-то да около? Вот, увидел три баклашечки. А, мне же они нужны. Мне в гараж там нужны баклашки. Как вы думаете, куда я в туалет хожу? Поэтому я их собираю. Я их вот сюда припишу на резинку. И буду с ними ездить. И вот эта крышечка хотела убежать от меня. Куда ты хочешь убежать-то? Ты уже все приобречена. Я вот тебя сюда усе прицеплю. Че ты куда ходил? В магаз. Покажи, че купил. Вот, ребятки, смотрите, чем Дима питается. Булочка с сыром, вот эти степ-вэи. И попить взял даже пилигримчика. Я тоже хочу попить. Поделишься? Точно? Точно. Ну ладно. А я пока прицеплю вот эти баклашечки. Как думаешь, для чего они мне? Я мальчезар. Ну что ты так сразу-то... Ну да. Для уринотерапии. Мне вот этот курс прописали уринотерапии. Поэтому я буду его грамотно восполнять. Ребята, там уже подписчики бегут. О, Дима, тут вы нас с хаты. Ага, куда, куда, куда? Что я разорвел? Да не надо, не мусори только. Давай с самого низа его разорвем. Стой, стой, стой. Толстовочка розовенькая. Курточка вот на пуху пуховая. Концепт-клаб. Размер С. Чего там хуба-буба? Дай-ка сюда меня хуба-бубу. Где там? О, что ты тут? О, где? О, Дим. Ой, 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 ребятки. Набирай сразу, вот так. Для барахолочки джинсики. Джинсички? Мас мотнёй уже. Джинсички-то на мотне уже протёрлись это. Пропердели джинсички. Слушай, тут вся одежда какая-то вонючая. Вот эта кофта, ну, в принципе, норм. Вот, вот это шортички. Вот, на барахолку целые. Дом, эта помойка одевает платьица. Вот это тоже нормальная. Ой, ребята, топовая футболка Nike. Смотрите, обалденная. Вот это, смотрите. Размеры L вроде бы. И мой, мой размер. Вот это мне надо. Вообще офигеть. Вот это сразу себе откладываю. Это я носить буду. И на продажу сейчас наберу шмытья. Так, вот эта тоже неплохая. Кстати, можно носить, одевать нормальная. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Пацаны, зацените. Томми Хилфигер. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Это чё такое? Охренеть. Нифига сундучок. Это я в гараж забираю. Буду в нём чё-то хранить. А, это в нём вот это тоже ложки, вилки. Я уже находил такое вот. Тут ложки, вилки вот были, набор в этой сундучке. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Мышечка, ребятки, мышка. Ну, ей жопа порванная. Нормально залусать нельзя. Ребят, чувствую себя Владом А4 ещё раз. Вон, подписчики все бегут просто толпой за нами. Я в шоке. Надо прятаться, короче. Блин, я не знаю, куда. Там мой мопед стоит. Сходка подписчиков на помойке очередная. О-па. Обалдеть, кстати, мне. Это мне. Я буду в ней ездить на скутере. Филипп Лейн. Кажется, я знаю, что это за бренд. Это очень дорогой бренд. Если она оригинальная, то стоит она очень-очень-очень-очень дорого. Я, кстати, сегодня думал о кожаной куртке. О том, чтобы мне бы найти что-то получше, чем эта. Потому что она мне не нравится. И вот тут сразу нахожу Филипп Лейн. Карманы надо проверить. Вдруг тут есть денежные средства. Кэшбэки с помоечки-то я одобряю. Минус этой куртки. Так-то в целом она классная. Но, скорее всего, это подделка. Видите, дермантин. Я думаю, Филипп Лейн был бы оригинальный, если бы он был бы кожаный. А этот Филипп Лейн не кожаный. Но радует то, что в этом пакете, я так понимаю, все мужское. Вот как раз кепочка. Но она чуть-чуть подорвалась. Ну, спорт оф экстрим. Это про меня, кстати. Я люблю экстримы. Да это вообще детская. Тут все детская, походу. Ну, вот мужская рубашечка черная из Зары. А что, прикольная. На похороны в такой можно сходить. Я люблю похоронную одежду. Обалдеть, тут сколько магнитов. Это магниты. Магниты. Их лепить надо. А, да вот, смотрите, Месси. Вот, Черное море. Вот это новые еще разные. Вот такие нежные, сильные, любимые. С праздником 8 марта. Вот кому-то на 8 марта дарили их тут много. Всякие с рекламами магниты. Вот такие вот с этими, с памятниками. Во, в Москве кто-то был. Я, кстати, ни разу в Москве не был. А вот кто-то был там. Короче, целый пакет магнитов. Я это все забираю. Я это все прилеплю на холодильник. Не был в Москве, но все будут думать, что я был в Москве, кто придет в гости. Ох, да. Вот это крутая тема. Это я буду фоткаться, селфи делать. Вот она выезжает. Селфи-палка. Помоечка дарит то, что было модное лет 5 назад. Это еще. О-о-о, футболочка розовенькая. Ух, ребята. О-о-ой. Это же лакост. Немножко, ну вы поняли, не солидарной внешности, но в принципе классная, классная. Носить можно. Лакост бесплатный вообще офигенно. О-о-о, что это такое? Ребят, это за Лизгерс. Это, наверное, зна... О-о-о-о. Это ребенка носить, ребята. У меня как раз дочь родилась. Мне это пригодится. Я отстираю. Видите, вешается, короче, на плечо. А вот сюда ребенка кладут. И можно носить его. А, это штука. Кубик такой, куда игрушки складывают. Смотрите, какой-то барабан. Я заметил, он сразу светится. Вот, смотрите. А где звук? Звуки-то он не издает. Вот там что-то колыхается. Это, наверное, вот динамик. Да уйди ты, волос женский. Прицепился и уйди. Шиповник натуральный растворимый. Да какого числа он? Так, это изготовлено, упаковано. Там, 6-го, 20-го. Так, срок годности, короче. Напиток растворированный. Шиповник. Да не надо мне эти шиповники. Буду я шиповиться, что ли? Опа! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Ребенки! Ой-ёй-ёй-ёй! Смотрите, это же собирается для детей. Вот это вот пол складной. Можно постелить, чтобы ребенок на нем лазил. Ползал. Это вот это для ребенка. Вот это все складной пол. Мягкий. А это что такое? Вот еще, смотрите. Это тоже на пол, наверное, стелится. Это чтобы ребенок ползал. Офигеть, сколько тут всего детского. И все надо. О, never say never. I never say never. Just say, как never. I never say never. Это же Джастя Бибера, я вспомнил. О! О! Хаман. Ребята, это подогревать детскую вот эту смесь. Видите сосочки разогревать молоко? А где крышка от нее? Вот эта штука, видимо, отсюда. Вот да, сюда вставляется. Вот она. Вот эта крышка оттуда. Мишутка, ты особо не грусти. Я тебе найду спутницу по жизни. Это тоже бурый, это самец. Видите? Два самца. Я им девушку хочу найти на помоечке. Они мне служат вместо подушки. Ох, ребятки. Спасибо вам за просмотр. Помоечка кормит. Но особо сегодня меня не накормила. Надеюсь, завтра накормит посытнее. И да, не забывайте про ссылочку. На бесплатное скачивание кроссаут. И про бонусы. А я буду отдыхать с вот этими бурыми медведями. И надеяться на то, что помойка меня завтра порадует получше, чем сегодня. Скисемени? Я нашел Скисемени. Я нашел Скисемени. Я тогда его на стриме нашел, этого Скисемени. И все помню про него. Продолжение следует...